Символы веры. Интересно, что в общине Крестовозвиженской считается символ веры в формулировке, представляющей себя, как я понял, комбинацию дораскольного варианта и послераскольного. То есть там используется формулировка, допустим, Господа истинного животворящего, а в других местах используется формулировка уже послераскольного. Вот вопрос, почему был выбран именно такой вариант формулировки? Потому что добро надо искать везде. А на каком основании выбросили? Бога истина от Бога истины. А даже и до Духа Святого выбросили безумие полное. Поэтому перед тем, как это вставить, мы обратились в Синод. Они говорят, все клятвы снятые. И когда к нам приезжают с патриархии, а мы к РПЦЗ относились все эти годы. И они считают, и дьякон, и поют с ослом истины. Это было так всегда, оно и по смыслу понятно. Мы не думаем раскольно, не раскольно. Дело в том, что Бога истина от Бога истины, а Дух Святой истинно выбросить. Никакого основания на это не было. Никакого. Безумие и все. Нет, просто вот интересует, что именно в такой формулировке, получается, читалось не только у вас, но еще и в других приходах. Ну, патриарши, когда бывают здесь митрополиты, служат патриарши в наших храмах, вот которые нас здесь потеряют в Киеве, в Барнауле. И они считают истинного, как у нас написано. И они понимают, что это правильно. Это что, мы что-то отняли? Это они отняли, а мы не отняли. Мы вернули в прежнее состояние. Здравствуйте. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игнат Ильич Ильич, меня спросили, я ответ не знаю. В четвертой главе бытия 16 стих, где пошел Каин от лица Господний, поселился на 7 минут на востоке от Эдема и познал Каин женушую. Меня спросили, откуда была жена? Ну, то есть, был Алил Каин. Я не знаю, что сказать. Да что знать-то? Когда ссылаются на тогдашнее, которое люди и не знали куда. А чтобы нам было понятно, наше сегодняшнее понятие вставляют туда. Вот, допустим, он приехал бы в Алтайский край, его и не было Алтайского края. Ну, место-то там не обозначено было, как название его. И все. В то время его названия не было, а когда теперь стали смотреть, где он был, название уже укоренилось. Все. Нет, говорят... Нет, он говорит, что Каин познал жену. Откуда у него жена-то взялась? Сестры, сестры родные. Сестры. Тогда это кровосмешением не считалось. Сильный человек был. Откуда? От Адамова? Дети. Никто это не знал, что нельзя жениться. А вот когда стали брать иноземных, вот тут уже был вопрос такой, надо расстаться. Поэтому Ниеме и Сезаре устроили всемирный развод. Брат, там в бытие, в пятой главе, когда идет родословие, перечисление, там говорится, что от Адама произошли эти сыны и дочери. Прочитай внимательно эту главу, увидишь. Спасибо, Христос. Аллилуйя, Андрей. Слава Иисусу. Как, Светлану не убедилась, что она все десятина? Игнат Игоревич, она в раздумьях, в молчании и в печали. Ну, она понимает, что времена сейчас как раз не те, чтобы, потому что в дальнейшем, я так не знаю, в этой жизни крестьянин чем сможет отдать Господу. Ну, я молюсь. Андрей, Андрей, слушай внимательно. Вот скажи, если ты в чужой дом зайдешь, когда хозяев нету, и деньги у них там знаешь, где забрала, будет считать себя воростом или нет? Да. А тебе дали, допустим, ты почтальоном работаешь, тебе дали донести до пенсионеров, а ты их присвоила, ты воровка или нет? Да. Да, а здесь десятину, десятую часть Бог приложил к нам. Бог не говорит, что ты жадный, а говорит, обкрадывайте меня. Божья десятина-то, она нам принадлежит. Потому что земля Он сотворил, а мы с Ним, с Богом одной тоже делаем. Без Него у нас ничего бы не выросло. И поэтому Бог не требует ни пополам делить с Ним, а только десятую часть. Если мы не даем, ну что на это сказать, безумие, лечиться надо. Меня обкрадывайте, то есть святотатство, а это не просто воровство. Она, Игнатия Тихоновича, должна прийти к решению, потому что нас Господь вообще ничем не обижает. Наши просьбы, ну мы, мы не знаем, мы же любим Его благодать, и все Он нам дает, от чем просим. Все дает, от чем просим. Ну, я молюсь очень сильно, я молюсь Господу. Хорошо, я слушаю, какие вопросы после нету, отхожу или назначать молиться? Что дальше? Назначать Игнатия Тихоновича.